Это полевая петлица от шинели. То есть шинель, фрагмент шинели, и на ней полевая петлица. Кусочек карандаша, звезда с пилотки рядового, стирательная резинка, мундштук. Все это находки алтайских поисковиков. Артем примкнул к движению, когда ему было 13. Чуть позже заинтересовался антропологией. Антрополог может по останкам человека сказать очень многое. Начиная от пола возраста, заканчивая какими-то индивидуальными особенностями. Допустим, курил болец или не курил. Артем пошел дальше. Он начал воссоздавать облик бойцов по их черепам. Общался с теми, кто работает в московской лаборатории реконструкции Российской академии наук. Именно эти люди воссоздавали облики неандертальцев, российских царей и полководцев. Реконструкция – дело сложное, но интересное. Фотографии самих черепов распечатываются в масштабе один к одному. И дальше создаются контурные реконструкции. То есть наносятся все основные швы черепа. И в определенных корониметрических точках наносятся толщины мягких тканей. А это уже готовая графическая реконструкция, сделанная Артемом с помощью простых карандашей и парочки цветных. Так мог выглядеть погибший в 42-м алтайский боец Сергей Голованов, 1904 года рождения. А так он выглядел в действительности. Сходство есть. Совсем недавно Артем вручил реконструированный образ еще одному солдата – Василия Ермакова, его внучкам, живущим в Троицком районе. К слову, ни одного фото деда у них не сохранилось. Есть схожесть там с какими-то племянниками, с сыном, что-то вот какое-то где-то. Мы очень рады, что у нас хотя бы, ну мы теперь можем сделать на памятник что-то, а то просто у нас было там надпись и все. Ну хотя бы что-то, на кого посмотреть, прийти на кладбище. Это уникальная возможность для потомков увидеть своего предка. Тут не сохранилось вообще ничего от солдата в плане фотографии или какого-то портрета. Поэтому это новое слово в поисковом движении, в поисковой работе. Я думаю, что он имеет огромные перспективы и будет пользоваться большим-большим спросом и привлечет к себе много новых молодых специалистов. Недавно Артем воссоздал портрет неизвестного солдата. Посредством реконструкции появится возможность найти родственников бойца. А после участия парня в студенческом форуме появились желающие стать последователями поисковика. 15 ребят со всей России готовы учиться искусству реконструкции. Ведь обладать художественным талантом не обязательно. В планах у Артема воссоздание облика еще троих погибших солдат. А в августе он собирается в очередную поисковую экспедицию. Ведь не поднятых с полей сражений бойцов еще много. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.